Всем привет, друзья, вы на канале Благодарясь, меня зовут Владимир, и сегодня мы с вами продолжаем играть в игру под названием Silent Hill 2. В прошлой серии мы остановились на том, что бегали по тюрьме, исследовали локации, кучу секций посмотрели, камеры исследовали и посмотрели немного историю вообще, что здесь происходит, остановились на том, что зашли во двор и, собственно, в этом дворе у нас стояли весы, где мы ловили баланс, после чего нам выпал рычаг и с помощью него мы открыли какую-то загадку. Остановились, собственно, на этой загадке, здесь надо, я так понял, подобрать какие-то записки, здесь надо почитать и выбрать, что куда поставить. Давайте начнем, надо какую-то историю, наверное, составить. Так это первое. Второе. Я крал, все верно, подтверждаю, но я о прошлом не вздыхаю, я так скажу, причины были, мы все как знали, так и жили. Так это второе. Дитя забрал я, это верно, и действовал я правомерно. Ребенок не кричал, не плакал, дочурка знает, кто ей папа. Тут видим преступление, сгорела церковь без остатка, тут церковь поджег, здесь украл что-то, здесь ребенка похитил. Так, читаем следующее. Едва стемнело на крыльце, я ржавую прорезал цепь. Дверь толкнул, и я внутри, и все дела, чего мудрить. Это в дом, наверное, какой-то зашел? Да, кому-то в дом вторгся, походу. Мамочка, ты дорогая моя, сколь беззаветно любила меня, вскрикнула только за что же сынок, когда резанул я наискосок. Это ребенка убили? Я терпеливо ждал в засаде, мечтая о своей награде, и застал я его врасплох, но как собака там и сдох. Это про военного какого-то, собственно говоря. Я не помедлил ни мгновения, и не испытывал волнения. Кто мне дорогу перейдет, тот, кто б не был, пропадет. Это мы читали? Ты ноги ломал мне, чтоб я не ушел, ты зубы рвала мне, совсем мол, довел. Таблетки давал, чтоб мыслить не мог, но я хотел выжить, и нож приберег. Это тоже читали. Следующее. Вы спросите, что за причины? Ну, не духовные глубины. Хочу, беру, вот и все. Мне мир один большой фуршет. Ах, знал бы мир, что ее мать, опасность каких поискать. Прости, дитя, рукой своей. Я монстра выбрал меж людей. От виду пламени и криков мне захотелось хихикать. Да ради этого блаженства не жалею жизни и духовенства. Карманы набил, пора и домой. Следы я замел человек. Я такой. Если что захотел, надо брать. Не могу в нищете призебать. Собственно, это продолжение этих рассказов, и здесь надо подобрать. Про мать, это, наверное, вот здесь, где ребенок. А вот этот, про духовенство и пламени и крики, это, скорее всего, первое. Вот здесь, где церковь подожгли. Сгорела церковь дотва. И тут вот, собственно, про чем мы читали в дневнике. По запрошлой серии, по-моему, нам попадался дневник какого-то священника. Он говорил о том, что тут они не чувствуют себя грешниками. Не думают, что они совершили какие-то грехи, и они как бы даже не беспокоятся об этом. Их ничего не волнует. Ну, сотворили они там какие-то страшные вещи и не переживают. Живут себе и живут. Это про воришку я крал. Все, что видел. Это либо вот это про фуршет, или призебать нищете. Возможно, вот это второе. Хорошо. Третье у нас про что было? Про дитя. То, что кто-то ребенка украл. Похитил. Так, какие причины? Один фуршет. Или вот это вот сюда подходит. Тоже. Кто-то вторгся в дом. Или вот это, возможно, про нищету. Вот это вот, наверное, как раз вот сюда. Следы я замел. Это вот тут, наверное, подходит больше. Карманы набил. Вот, да. Дверь толкнула я внутри. Карманы набил. Пора и домой. Вот это вот сюда больше подходит. Про мамочку и сынок это, скорее всего, вот это. Так, мироопасность. Прости, дитя. Рукой своей я монстра выбрал межлюдей. Вот это, вот это, скорее всего, вот сюда подходит. Это про что у нас было? Не испытывал волнения. Это вот, наверное, про военного, скорее всего. И осталось две. Это тоже про воришку какого-то. Это второй. И остается последнее. Ноги мне ломало. Возможно, вот это. Сюда как раз последнее. Чё тут написано? Шестеро грешников покорно ждут расплаты, чей грех непростителен, кто может быть оправдан. Взвесь их преступления, в душу взгляни, и смертный приговор один, перечеркни. Мне тут надо выбрать, кто тут, получается, хуже всего что-то сделал. Кого нельзя простить? Я должен выбрать? Или нет? Или мне, наоборот, надо выбрать одного, кто помилован? Кого можно простить? Погибли в дети беспорядки. Это точно нет. Под церковь. Тот, кто церковь поджег, его точно прощать нельзя. Тут из вариантов только, наверное, вот эти два воришки. Второе и четвертое. Вот. Про воришку или вот этот. Это тоже точно нет. Про убийство. Терпеливо ждал в засаде. Тоже, скорее всего, нет. И остается выбрать. Либо второй, либо четвертый. Давайте, не знаю. Допустим, второй. А что мне надо сделать-то? Ой, а мне надо вот сюда встать, типа, на виселицу. Мне надо выбрать. Если не угадаю, по сути, я умру. Джеймс погибнет. Сильно придумали. Я должен так подумать, подумать. Кто же все-таки тут, кого можно простить? Один. Перечеркни. Один. То есть один. Только может быть помилован из шести. Или четвертый, я думаю, или второй. Пускай, наверное, будет второй. Это странное, конечно, решение. С чего он взял? Потому что надо это сделать. А я думал, он туда же голову засунет. Че, я угадал, нет? Где я оказался? Ух ты. Сразу монстров. Много монстров. Ох ты. Нет, нет, нет. Главное, с ножами, которые идут, сразу убивать. Я неправильный вариант выбрал. Поэтому тут много монстров. А он того, я не помню, чтобы я убивал. Сам сдох? Или притворяется? Где я оказался-то, по сути? Карты у меня нет. Можно куда-то пролезть. Хилка. Все патроны на дробовик свой потратил. На пистолет у нас, кстати, тоже немного патрон. Ага, на дробовик лежат. Виселица. Только одна, что ли, правильно была? Я откуда попал сюда? Где я провалился? Че-то не вижу этого места. Где-то в потолке дыра должна быть. А где-то вот здесь, по-моему, нет? Появился. Мне просто интересно. Если бы я на другую... Ну, другую выбрал виселицу. Какой исход бы был? Я в другой бы комнате оказался? Кто неправильное решение сделал, тот к монстру попадает. Наверное. Да, все это странно так выглядит. Опять здесь? В одну из дверей вышел. А тут че такое? Я могу обратно выйти? Я не угадал, да? Неправильный выбор. Пришлось всех убивать. А может и не надо было убивать. Значит, не второй. Патрон-то у меня немного. Давайте четвертую попробуем. Когда будет правильное решение, я окажусь, наверное, в нужной комнате. Че должно произойти? Я должен дернуть и попасть в какое-то место? Или дернуть и не упасть? Опять сюда же упал? Так. Убегаем, просто убегаем. И ползем, сразу ползем. Быстрей, быстрей, быстрей. Потому что мы знаем то, что одна девчонка там может пролазить. Хорошо, ни второй, ни четвертый. Кого помиловать тогда можно? Значит, воришек помиловать нельзя. Ну, тогда меньше всего, наверное, вот этот подходит. Терпеливо ждал в засаде, мечтая о своей награде. И застал я его раз плохо. Он, как собака, там и сдох. Там сдох. Но они тут все, по сути, нагрешили жестко. Кого я должен выбрать? Этот вообще там детей сжег. Церковь сжег. И людей, которые в ней были. Этот ребенка украл. Возможно, вот этот. Дитя забрал я. Это верно. И действовал я правомерно. Ребенок не кричал, не плакал. Дочурка знает, кто ей папа. Возможно, вот это. Должно вот тут находиться. А, вот сейчас правильно, типа. Типа, я раньше времени выбрал? Вот, тогда третий, наверное. То, что он ребенка забрал, правомерно действовал. По сути, ничего плохого не сделал, да? Потому что ее мать... Мать этого ребенка. Была монстром каким-то. По сути, третий тогда, да? Третий. Третий это у нас вот сюда. Сейчас должно быть правильно. Один фиг провалился. Ну, аж в другом месте. Где мы? Секретное место какое-то. Так, зайти никуда нельзя. Тут все двери закрыты. Это тоже какие-то камеры. Судя по всему. Опа. Ой, это морг? Походу, да. Что за прикол? Кто зашевелился? Я скример пропустил, да? Кто-то из этих зашевелился, что ли? Ладно. Пик с вами, отдыхайте дальше. Опять яма. Опять яма. Только тут уже ржавое все. Куда ниже-то спрыгивать? Я, кстати, задумался. Почему тюрьма находится где-то в подземелье вообще? В эту тюрьму как-то люди приходили. Посещали ее. Почему она там оказалась? Или это просто в данный момент, типа, как в этом месте она стала? Где мы? Звуки очень страшные. Какие-то крики. Перемешку с противными звуками. Еще ниже, что ли? Что за прикол? Куда ниже-то? Ну давай, Джеймс, раз так надо. Что это за место? Какие-то глубины спускаемся. К ядру сейчас спустимся уже. Сюда выйти нельзя, только лифт. С патрончиками. Как громко было. Шесть патрон. В принципе, у меня патрон не так много. Три патрона таких, на дробовик. Шесть патрон. Что происходит? Лифт сейчас у меня, он разобьется, наверное. Что-то задевает. Вход тут один? С одной стороны вроде. Сохранение. Это что за место? Какое-то здание непонятное. Давайте сохранимся. Это уже не тюрьма, судя по всему. Это просто... Здание какое-то. Потолка нету, это крипово выглядит. Что за звуки? Сатанистские звуки. Кто, блядь, шепчет? Прям на ушко мне. Не надо так делать. Твери так будут все закрыты? Ладно, коридор мне не нравится уже. Что тут происходит? Не надо, папочка! Анжела? Да, кстати, ребята, я субтитры поменял немножко, они теперь цветные. А мы вернулись в этот дом? Та же комната, по-моему, где мы с Анжелой в тот раз виделись. Вот здесь вот, где заколочено было. Жилой комплекс, как он там назывался? Не вудсайд, а по-другому, по-моему. Второй жилой комплекс, где мы с пирамидом встретились. Относительно в начале, где-то. Мы Анжелу тут встретили. Вот, по-моему, в этой двери она сидела. Или в этой. Что за папочка? Анжела свою папочку нашла? Две двери, одна такая, одна такая, да? В какую зайти? Сюда он не может зайти, ладно. Не надо! Я больше не буду, обещаю! С кем она разговаривает? Скажи ему, что я больше не буду! Анжела? Анжела, это я! Нет, не надо! Опять, кстати, этот медведь. Мы его видели в больнице. Кто там? Папочка! Что это, блядь, такое? Что это за жесть? Стену пробил. Ни хрена у тебя папочка. Ё-моё, вот это уродец. О! Нет! О! Убегай! Джеймс, беги! Мне с ним драться надо? Или мне убегать просто? Тут коридоры какие-то. Мне, наверное, с ним драться придется. Да. Где он? Давайте с винтовки. Ай, кричит еще. Нет, беги, беги! На, Панагет. Босяра. Папочка у тебя неадекватная, Анжела. Я не пойму, он в какой-то ванне сидит или что это такое? Он просто стену ломает. Рядом проходит, когда с ним. Надоел. Как с ним драться? Я не успеваю даже выстрелить пару раз. Главное, чтобы он не кричал. Урон ему вообще идет? У меня патронов-то немного. Я не готов с ним дубенькой драться. Звуки громкие, пипец. Пилочка. 10 патронов. Беги, беги, беги! Вон патроны вижу. Около светильника. Вон еще патроны на дробовик лежали. Он с другой стороны не может выйти. На винтовку. Отлично. Где он? Хорошо, что он не все стены ломает. Беги, беги, беги. Выйти я не могу отсюда. Папочка неадекватная у него вообще. Я же за стенку уже спрятался. Ой-ой-ой, догоняет. Ускорился, что ли? Он светильники ломает. Ни хрена не видно становится. Вот это хреново. Где он? Куда он делся? Выбежал, что ли? Вот это папочка. Че не так с ее папой? Че с ним стало? Вот тут вроде Анжела сидит у него. А она куда делась, кстати? Патрон на винтовку 4 штуки. Все, вроде патрон больше тут не лежит. Но мы его не победили, он просто куда-то выбежал. В самом конце почему-то мы... Ух ты, Анжела? Ты че тут носишься? Там папочка твой? Че за прикол? Ой, блять, картин пугает меня. Че происходит? Анжела, че за хуйня? Он сверху сейчас упадет. Нет? Вроде в одно место бежали, как-то к Анжеле попали. Это явно че-то не так. Че за габиринт? Ты за ебал, куда бежишь? Стоять! Куда ты побежал? Анжела? Хватит у нее страдать. И куда она испарилась? Че за прикол? Игрушка ее. Наверное. Может по ее квартире бегаем? Она тут жила? Тут в шкафу где-то пряталась, себе комнату сделала. Возможно. Это их квартира. Раньше была. Сейчас... Че-то не то стало с ней. Че-то большая слишком квартирка. Патроны дают, это хорошо. Значит, бой будет продолжаться, скорее всего. Опа. Че, перегорит. Смр... Какая-то мерзость. Растил столько. Блага. 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 Это отец, наверное. На меня. Он, наверное, домашним насилием занимался. На. Опа. Папочка. Куда бежать? Куда бежать? Тихонько, тихонько, тихонько. Бежать, бежать, бежать. Убегать. Я ничего не вижу. Где проход? Где он? Че происходит? Он ушел? Вентилятор. Все завалило просто. Сейчас опять с ним встретимся, наверное. А я могу сюда перелезть. Там дверь была какая-то. Че за дверь? А, она заперта. Опять сюда можно зайти. В эту комнатку. Тут игрушка кто-то переставил. Все в газетах каких-то обклеено. Че не так с Анжелой и своей батей? Непонятно вообще. Че-то... Я, может, пропустил че-то из истории? Убегаем. Ой, завалено. Он сюда не залезет? Он что-то приходит и уходит. Странный типок. И очень стрёмный. Ага, проход открылся. Ой, тут че такое? Какая-то кожа. Ну да, это какая-то кожа, судя по всему. Весь дом сейчас разломает. Ох ты. Страшные звуки пугают меня. Он за мной бежит, что ли? Найт. Уйти. Сбежь. И куда? Я не пойму, телевизор это типа его здоровье? Папани этого. Он через телевизор как будто разговаривает. Он за мной бежит, нет? Он сверху идёт? Давайте сюда. Пролезем. Ух ты. Убегаем. Вообще всё разваливается. Я уже вообще не понимаю, где какие локации. Куда идти от него? Это ты. Овляешь. Умаешь. Особенно? Не надо. Нам надо все телевизоры было найти. Он ещё жив? Что за жесть вообще происходит? Какие-то движки уже тут появились. Это опять кошмары нападают на меня? Вот здесь, наверное, сейчас драться с ним будем. А тут бежать-то некуда. Ух ты! Нет! Он меня чуть не схватил. Беги-беги. А тут бежать некуда. Нет, не надо. Чуть не поймал меня. Да ты задрал кричать. Нет! Нет! Отстань! Нет, отпусти меня. Хилку. Хилку. Ой, повезло. Надо его в вентилятор запустить, наверное. Куда ты свои лапы тянешь ко мне? Ну да, это какая-то ванная. С непонятной чем внутри. Всё, патроны кончились. Ух ты! Что, совсем? Не делай так. Не делай так. Ты задрал меня уже. Ты достань винтовку. Мимо. Сдохни. Правда, может, его надо, чтобы он сюда врезался? Или просто стрелять, пока он не упадёт? Или пока патрон не кончится? Надеваться тут некуда. Такого босса я вообще никак не ожидал увидеть. Всё, кончился. Что ты такое? Там... Пинайтл? Вовремя ты пришла, конечно. Анжела! Тихо, успокойся. Не надо мне указывать. Я не указываю, просто... Всё хорошо, всё закончилось. Даже не думай. Что ты злишься на меня? Ты о чём? А то ты не знаешь. Я же всё вижу. Вы все одинаковые. Хотите только одного. Анжела, не надо. Можешь не притворяться. Давай, выкладывай уже. Или просто заставь. Он всегда так делал? Он надругался над ней. И, наверное, не один раз. Ты свинья. Ненавижу. Ненавижу. Я чё, такого вообще не ожидал. То, что... Чё-то такое с ней было. И тогда она про это говорила. То, что... Вы все такие... Не знаю, на что ты намекаешь, но я тебя не трону. Я хочу одного. Вернуть Мэри. Мэри? Твою милую Мэри. Чё ты агришься-то? Ту, что была твоей? Какое-то время. Что? Ну чё ты намекаешь? Признай. Ты от неё устал? Нет. Наверное, нашёл другую. Нет. Ну чё ты намекаешь вообще? Я пойду искать маму. Ты давай, хватит уже с твоих родителей. Мы твоего папу уже нашли. Мамы ещё не хватало потом. Чё ты вообще здесь забыл? Я сюда спускался через... Тюрьму какую-то. Через какую-то бездну. Спуск длинный. Три раза спрыгивал в какую-то яму длиннющую. И тут тебя нашёл. Чё за прикол? Папа. Папа. Непростительно победить абстрактного папочку. Достижение дали. Тут какие-то две туши. Раз туши и ещё туши. В ванной. Мда уж. Это типа в кошмаре я бегал так. То, что всё тут сломалось. А в реальности всё произошло вот так. Я просто его убил в этой комнате. Застрелил, наверное. И всё. И ничего вот этого нет. Не было. То, что здание разрушилось. У меня вообще патрон не осталось, кроме как на пистолет. Куда мне теперь идти? Опа. Патронный проход открылся. Патроны. Спасибо. Винтовку выручил у нас. А это шкаф. Скорее всего, вот тут как раз-таки их квартира была. Хотя сюда что, обратно не смогу идти? А сюда можно? Нет, сюда уже нельзя. Всё, один проход. У неё травма осталась. После отца. Поэтому он немного неадекватный. План центральной части? Откуда? А типа сам рисует? Где ходит, он рисует. И чё такое? Чё за туши? Чё здесь происходит? Какие-то манекены с пальцами. Можно сохраниться. Давайте сохранимся. Чё это такое? К этому можно подходить? Что вот такое? Что происходит? Что такое? К этому, наверное, не надо подходить, да? Чё он тут нарисовал чё-нибудь? Странная стена. Надо избавиться от неё. Как ровно картон рисует линии, какие ровные. Прям как по линеечке. Так, тут монстр есть? Сразу мне скажите. Опасность ждать мне. Чё за дверь? Заперта. Вот такие высокие потолки навевают страх какой-то. Куда-то идём. В попытках найти Мэри. Заставка. Опять-таки. Там Мария? Мария? Какого хуя? Мария, я думал, ты погибла. Ты ранена? Нет, глупый. Чё ты выбишься-то? Но тебя ранили, было столько крови. Ранили? Ты о чём? Мы бежали к лифту, а потом... О чём ты, Джеймс? Чё с тобой не так? Чё за приколы? Совсем недавно, ты не помнишь? Джеймс, родной? С тобой что-то случилось? А чё оно в клетке вообще? После того, как ты остался один, ты меня с кем-то путаешь? Чё-то смеёшься. Ты всегда был рассеянным, помнишь? Тогда, в отеле. Мария? Ты сказал, что всё взял, а сам забыл нашу кассету? Может, она до сих пор там? А чё он намекает? Откуда ты знаешь? Ты ведь Мария? Я не твоя, Мэри. Значит, ты Мария? Да, если тебе так нравится. Просто ответь. Неважно, кто я такая. Как неважно? Важно. Не подходи к ней так близко. Я рядом, Джеймс. От неё нельзя ожидать чего-то хорошего. Видишь? Я настоящая. Насколько мы знаем, галлюцинации могут быть и такие. Я... Когда ты под галлюцинациями, тебе кажется, что тебя трогают, ты видишь, ты ощущаешь. На самом деле, это всё иллюзия. Что ж. Если решишься? Я жду здесь. Я... На что решишься? Типа, остаться с ней? Я подумаю... Я вернусь, я обещаю. Не надо обещать. С ней что-то не так. Может, с ней не надо будет возвращаться. Чё нам предлагают сейчас в отеле идти за кассеткой какой-то? Чё с тобой не так? Напивать себе под нос. Какая-то койка больничная. Какая-то койка больничная. Она сидит. Клетка. Чё за прикол? Тут комната какой-то больницы как будто. Или не знаю. Что это такое? А здесь непонятно, чё происходит. Стены страшные. Чё за ящик тут уже появился? Комплекс. Двери. Открывается? Нет. Это здание какое-то. Похоже на то здание, которое... В жилом комплексе было. Эти так и остались тут. Чё по карте? Мария. Нарисовал ещё здание какое-то. Ни хрена не понятно. Почему она жива? Может, она... Какая-то часть Мэри? Одно из её представлений. В его голове Джеймс. Вот эти персонажи, на самом деле, с которыми он встречается. Эдди. Мария. Получается, вот эта девчонка. И Анжела. Может, это персонажи его головы. То есть, он с них выдумал какие-то страхи, которые олицетворяются. Ну, хотя тогда Анжела не подходит вообще. Я вообще тогда не пойму, как Мария связана с Мэри. Про какую кассету она говорит. Она как будто намекнула на то, что у них какие-то половые связи были в том отеле. А то, что было дальше, что они в больницу ходили, это иллюзия. Ни хрена себе. Чё за кубик Рубика? Опа. Дверь открылась. Одна дверь у меня есть, да? Куда она меня ведёт? Я обратно-то вернусь? Всё, вверх дном. Куда я должен прийти? А куда-то должен выйти, наверное. Без монстров? Обойдётся. Всё, надеюсь. Всё заперто. Может, куда-то вниз, наверное, попробую спрыгнуть? Нет, он так не идёт. Сам он не падает. Хорошо, мне надо найти... Вот, наверное, какой-то такой вход надо открыть. Вот тут ещё двери же есть. Надо ещё покрутить. Этот шарик. Кубик, точнее. Хорошо, давайте ещё покрутим. Ага, вот дверь есть. Мне надо по каким-то рисункам что-то найти. Эту дверь мы, по-моему, видели уже. Вот, вот эту мы не видели. Давайте сюда зайдём. Здравствуйте. Вот, можно подняться. Вот так, наверное, надо было сделать. Какие-то проходы хотя бы появляются. Опачки. Проход на другую сторону. Это просто лестница многофункциональная. Что за три двери? Зелёная какая-то более-менее и какая-то в трещинах всё. Надо выбрать, в какую зайти? Или вообще по очереди надо зайти? В зелёную может зайти. В зелёную неохота идти. Ну, конечно, придётся в зелёную идти. Ладно. Опять... Тараканы. Тараканы. Клан прогнившей области. Так, вы не нападёте, надеюсь, на меня? Толпой. Тараканчик. Чё за звуки? Я чё-то слышал? Чё-то страшное. Патроны? Патрончики, это хорошо. Три патрона. Теперь мы будем ходить по каким-то локациям, областям. Чё, с одной в другую переходим? Так резко, так резко. Не надо врываться. Там все двери заперты. План прогнившей области. Опять эта паскудина. С которым мы дрались в больнице. Он же сохранится. Давайте, наверное, сохранимся на всякий случай. Непонятно, что здесь может произойти. Можно спустить это ища Диада на верёвочке. Наверное. Нет предметов, надо обрубить. А потом придётся драться, наверное. Ещё три двери. Ух ты. Как стрёмно всё выглядит. Тут чё-то... Полоса какая-то из крови. Тут, наверное, эти опять. Которые в решётках ползают. Которые кричат. Да, вот здесь, наверное, по-любому. Ну да. Надо убегать. Беги, 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 беги. Ах ты, задело. Да беги ты. Надо просто бежать быстро. Без остановки. Ещё один. Ещё надо понять, куда бежать-то. Здравствуйте. Обратно вернулся. Нарисовал он что-нибудь? Нарисовал. Можно вот сюда зайти. Это тоже похоже на какой-то жилой комплекс. Какие-то квартиры. Патроны лежали. Я их даже не заметил. Для винтовки дают патроны. Пять патрончиков. Ключ надо. Можно вот сюда только. А тут опять сейчас эти ползают. Беги, беги, беги. Беги, 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 беги. Да беги ты. Чё тут такое? Проползти можно. Нет, нельзя. Там заперто. Там заперто. Там, по-моему, шкаф стоял. Там его отодвинуть надо. Тут ползу из крови нарисован. Наверное, по ним надо идти. Поползти. Опа. Ух ты. Ногастой паскуды нету тут? Локации такие большие. Забудиться можем. Ну, конечно. Я так и знал. Чё, не одна, что ли? Ну, конечно, не одна. Ещё и две штуки сразу. За то, что напугать меня хотела. Давайте, патрончики мне. Патрончики мне надо. Мне не особо много. Дают аптечки. Аптечек у меня прям много. Я или урона мало получаю. Или просто профессионал. Или я профессионал такой, или просто... Не настал ещё такой момент. Хорошо. Надо перелезть куда-то. Покажется, что происходит вообще никак не объясняется у меня в голове. Где мы оказываемся, и почему мы тут? Чё такое? Манекены где-то? За стенкой прячется. Можно сюда пройти. Нету никого. В водильнике кто-то сидит. Ух ты. Кишочки. Суши, скисши. Ну и запашолочек. Можно пропустить. Зачем? Не наступай на это. У тебя сейчас ботинок разъест. Чё это такое? Газ какой-то? Да. Газ для зажигалок. Зажигалки у меня нет. А чё он в водильнике хранится? Непонятно. Каз для зажигалки. Для какой зажигалки? Вот, вот здесь вот можно было залезть. Илочка. Так, а сейчас куда он вообще ползит? Куда бежать? В другую сторону куда-то, наверное. Давайте вот сюда зайдём. Сейчас по карте посмотрим. Куда можно пойти? Там вон ещё вроде как один проход должен быть. В другую сторону куда-то. По прямой. И направо. Ах ты! Подстава! Прям здесь меня ждал. Попал ещё, тварь. Да беги ты! Хорошо, что на ходу хилки пьёт. Красавчик. Вот сюда вот. Направо. А чё тут заперто? Тут по-моему проходы пропали. Чё за прикол? Может сюда надо газ для зажигалки? Нет. Вот я нашёл эту дверь. Она заперта. И всё. В той стране по сути некуда идти. И здесь тоже. В центральной двери можно куда-то было пройти. Ну чё, по старому всё? Вот сюда можно было по прямой. Куда-то. Заперто. Да ё-моё, беги! Сейчас опять самым щупальцем тебя стукнет. Так, тут урод безопасно, да? Тараканы вообще такая мерзость. Ещё освещение. Ублюдское. Вообще ничего не видно. Чё происходит? Тут чё у нас? Чё-то непонятное. Дайте мне на дробовик, что ли, патрон мне? С дробовиком как-то спокойнее. Как он дверь так вышибает с локтя? Хорошо прям так. Мощно. Иногда так резко, что я сам пугаюсь. Вот, на дробовик дали. Услышали меня. Один патрон. Спасибо. Ой, тут опять отверстия вот эти страшные. Куда сейчас Джеймс будет свои рючонки сувать? Кровать просто пополам разрезала. Можно дверь открыть. А эта дверь куда? А эта дверь вот сюда как раз обратно вернутся. Я тут, наверное, сейчас предмет какой-то найду. Чё за мерзость? Вот обязательно ему надо туда свои рючонки ссувать. Кто-то же вот такие отверстия делал. Такие звуки издают, как будто в какую-то плоть руку засовывает. Фитиль для зажигалок. Фитиль. Нам надо ещё найти саму зажигалку. Пустую, наверное. Без фитиля, без газа, без всего. В какой стране я ещё не был? Я, по сути, тут везде пробежался. Мне только в центр остаётся вернуться. А я могу объединить фитиль? Да, мне надо ещё найти саму зажигалку. А где мне зажигалку найти? Неясно. Чё-то не то. Я куда-то не туда, по-моему, бегу. Ну да. Меня в другую сторону привели. Блядь, попади ты по нему. У меня патронов не так много. Они меня в другую сторону увели. Там решётка появилась. Ещё опасность где-то. О, патрон дают. Немножко, правда. Можно сюда выйти. Давайте дробовик. А это срез у нас. Обратно вернуться. Так, где мы находимся? Ага, всё, вроде понял где. Идёмте дальше. Какого? Чё такое? Опять ты? Нет-нет-нет-нет-нет. Тихо-тихо-тихо-тихо. Не надо так махать. Ножик детям не игрушка. Компьютерный офис? Чё за прикол? Компьютер? Чё тут лежит? Зажигалка, наверное. Нет, ключ. Железный ключ. Так, а ключ нам надо использовать где-то в начале, по-моему, вообще. Да. Куда-то назад надо бежать. Там дверь была у нас. Где надо ключ использовать. Где-то в начале. Так, а я не туда бегу-то. Мне в обратную сторону надо. На, в глаз прям ткнул мне. Не в ту дверь пошёл. Даже экран не покраснял. Подозрительно. Вот сюда мне надо было, а не в ту дверь. Вот сюда. А тут... По прямой. Обойна меня напугала. Как опасность где-то. Почему опасность? Не ясно. Вот сюда можно ключик использовать. А тут-то уже будет зажигалка. Ух ты. Опять его унитазируется. Чё тут происходит? Какой-то месив в ванной. Нет, теперь в ванную надо руку засунуть. Она кипит, несу туда руку. А, вон зажигалка, вон. Я её вижу. Ну, конечно. А ты чё думал? Надо воду слить. Тут кипяток. Или кислота какая-то. Надо по трубе пойти и отключить. Куда-то далеко-далеко труба идёт. Опять тарканы идти. Надо вентиль покрутить. Давай, Джеймс. Со всей силы. Ну, чё ты? Крути. Чё, всё потекло? Он же закрыл вроде. Такое давление, что унитаз взорвался. Вместе с ванной. А вот и зажигалка. Сломанная. Мне надо бы использовать нож Анджелы, который мы в самом начале взяли, чтобы обрезать вот эту фигню. Он собирается, походу, с зажигалкой всё это делать. Объединить зажигалку с витилём и с газом. Вот, всё. Теперь есть зажигалочка. Можно теперь вот эту штуку освободить. Ну, я думаю, давайте займёмся этим в следующей серии. Сохранимся. И в следующей серии продолжим, ребят. Непонятно, конечно, чё тут вообще происходит. Всё становится только запутаннее и запутаннее. Я думал, какие-то ясности появятся. Но пока что вообще ничего не ясно. Ничего не понятно. Ладно, ребят. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Также не забывайте ставить колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски. И всем до встречи в следующих видео. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова